В этом году исполняется 20 лет со дня формирования Государственного Совета Чувашии. Юбилей будет праздноваться 21 июня. А сегодня в парламенте республики провели пресс-конференцию, где озвучили план мероприятий по подготовке и проведению знаковой даты. Открыл пресс-конференцию спикер парламента Юрий Попов. 20 лет весомый повод вспомнить, как развивался парламентаризм в республике. В Чувашии есть депутаты со стажем. Можно сказать, профессиональные парламентарии. Их трое – это Петр Краснов, Юрий Кислов и Киемид Динмифта Худдинов. Они были депутатами еще Верховного Совета ЧАССР. За два десятилетия работы современного парламента Чувашии были рассмотрены сотни законопроектов, приняты тысячи постановлений. Все это опытнейший Петр Краснов называет рутинной работой, которая была направлена на благо жителей республики. На рубеже 90-х годов многое в законодательстве делалось впервые. Методом пропа и ошибок депутаты создавали законы, по которым жила республика. От этой двоевласти мы ушли. И, к сожалению, это сейчас мы наблюдаем кое-где и в Чувашии. И это, я считаю, абсолютно неверно. Власть должна быть в одних руках. Власть должна быть выборная. И все лица, высшие лица должны быть выборными. Я считаю, это моя точка зрения. Как кто? Глава района, глава города, работочный освобожденный на основе, и глава Чувашской республики. Народные избранники нынешнего созыва только за два года рассмотрели уже более 200 законопроектов. Кстати, немало инициатив было отправлено и в Государственную Думу России. Но, к сожалению, они так и остаются лежать в профильных комитетах. По статистике, только 2% таких проектов поддерживаются на федеральном уровне. Для того, чтобы появилась возможность высказать свою позицию, при Госдуме создан Координационный совет, куда входят представители региональных парламентов. У нас появляется дополнительная площадка высказать свою позицию, свое мнение. И вот эта оторванность, о которой иногда говорят и ваши коллеги, я думаю, это еще один шаг к преодолению этого барьера. И те законопроекты, которые требуют оперативного принятия, я думаю, будут услышаны именно с этой площадки. Помимо этого, парламентарии, активные организаторы и участники всех самых важных для Республики мероприятий, как в Чувашии, так и на федеральном уровне. В ближайшее время перед депутатским корпусом предстанутся отчетами представителей исполнительной власти. В марте ожидается выступление главы Чувашии. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Александр Петров, Республика.